Здравствуйте! Меня зовут Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 12 марта, расскажем в программе «Итоги дня». Смотрите сегодня в выпуске. В достатке и радости в Ульяновске начнут работать медицинские автобусы. С высоко поднятой головой в Ульяновской области проходит пятый форум деловых женщин. Площадка отменяется. В Ульяновске сдавать на водительские права начнут по-новому. Русские бриллианты на масленицу. Чем порадует ульяновцев оркестр губернаторский? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно им, практический экзамен на площадке отменяется. Это касается водителей, сдающих на категорию Б, С или Д. Для мотоциклистов все без изменений. Те элементы, которые выполнялись у нас на площадке, они будут частично выполняться в режиме реального дорожного движения. Такие элементы, как, ну, простым языком скажем, это въезд в гараж в простонародье, чтобы людям было понятно, и параллельная парковка. Это касается и поворотов направо или налево, а также разворота в ограниченном пространстве и эстакады. Инспектор в день экзамена решит сам, где и какие навыки вождения продемонстрирует курсант. Весовым поводом проехать на площадку может послужить трудная ситуация в условиях реальной дорожной обстановки. Увеличивается и время сдачи экзамена. До получаса, да, время увеличивается, чтобы он успел выполнить все элементы, все маневры, которые предусмотрены новым административным регламентом и постановлением правительства. Изменения претерпит также система оценок и ошибок. Так, за непристегнутый ремень безопасности вместо одного начислят максимальное количество штрафных баллов. Когда вводятся новые изменения, мы проходим дополнительные обучения, нас информируют о том, какие нововведения проходят. Ну, а в целиком и в общем, как бы, процесс обучения остается тем же. Мы также делаем акценты на площадке, на городе. Новые правила подразумевают и новый экзаменационный лист. Теперь их будет не два, а один. А вот период сдачи и пересдачи экзаменов остается неизменным. Если не получилось сдать с первого раза, то следующая пересдача через неделю. После третьей неудачной попытки в теоретической части до следующего экзамена придется подождать 30 дней. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ. В Ульяновской области проходит пятый форум деловых женщин. Более полутора тысяч участниц пошли учиться, делиться опытом и налаживать бизнес-партнерство. Половина ульяновских предприятий принадлежит прекрасной половине. Почему, выясняла Виктория Черкова. Женственность 21 века – это не только нежность и хрупкость. Целеустремленность, упорство, рвение к победам занимают первые позиции в жизни современных представительниц прекрасного пола. Это становится очевидным при посещении ежегодного форума деловых женщин. В этот раз юбилейная пятая выставка бизнес-проектов состоялась в конгресс-центре «Тарелка» на базе Политеха. Индустрия красоты, сфера общественного питания, образование и легкая промышленность. Большинство бизнес-леди выбирают социальные направления. Наша задача – помочь им и в развитии, и самое главное – сделать первый шаг, который считается самым трудным. И по всем опросам экспертов именно вот это как раз и является главным препятствием на приход в бизнес женщин. Чтобы любые начинания давались легко, в двухдневную программу форума включили мастер-классы по стратегиям, финансам и организационным практикам. Образовательная программа началась с торжественной части. Губернатор приехал в гости к форумчанкам, пообщался и ознакомился с их проектами. Также провели и пеленарное заседание, на котором обсудили векторы развития женского предпринимательства. Стоит отметить, что с каждым годом в Ульяновской области становится все больше бизнес-вумен. Я очень рад, что прекрасная половина нашего региона не только идет с высоко поднятой головой по этому пути, но и в полном объеме реализует себя. Свыше половины малого и среднего предпринимательства в нашем регионе представляете именно вы. Глава региона наградил самых успешных и пробивных женщин нашего края. Участницы конкурса лучших проектов получили хрустальные статуэтки и букеты цветов. Ольга Столетова владеет швейным ателье уже 12 лет. Все начиналось с домашних заказов. Далее Ольга начала развиваться и посещать бизнес-тренинги. В том числе она в четвертый раз участвует в деловом форуме. Обучение и знакомство с новыми деловыми партнерами дали результаты. Теперь у Ольги есть просторный цех, в котором работают три швеи. Ателье специализируется на индивидуальном пошиве одежды и сценических костюмов. На данный момент открыто производство спортивных и классических моделей. С чего начались именно массовые продажи? То, что мы начали отшивать капсульные коллекции, мы их выставляли просто в бутике, либо я у себя в интернете. В связи с пандемией мы немножко сели. Продавать открыто мы не могли в плане, как онлайн. То есть пришел в бутик, померил и купил. Мы вышли в соцсети, мы вышли в интернет и, соответственно, у нас поток уже вырос. До перехода в интернет это ателье выпускало 30 единиц продукции в месяц. Сейчас цифра выросла до 150. Вещи покупают не только ульяновцы, но и жители других городов. Ольга планирует развиваться и дальше. Для более оборотистой торговли она хочет выйти на платформы Wildberries, Ozone и LaModa. Виктория Черкова, Герман Баранов, Улл Правда ТВ. Историю любви, старшая фундаментом для создания семейного бизнеса. С помощью государственного льготного финансирования ульяновская семейная компания смогла не только выжить в условиях пандемии, но и увеличить объем работы. Алина Тихонова подробнее. Элис и Павел – счастливая семейная пара. Он молодой учитель из Ульяновска, она родом из Польши. Познакомились, влюбились, так и начался путь теперь уже успешных предпринимателей. Языковой барьер не стал помехой для двух сердец. Влюбленные выстроили необычную коммуникацию, общаясь друг с другом на родных языках и открыли свою школу. Супруги Селезневы воспитывают троих детей, которые часто помогают родителям в проведении занятий. Я знаю русский, английский, немецкий, французский и изучаю испанский. Мне нравится английский. Ну, французский он тоже красивый, но сложнее. Секрет успеха прост. Полное погружение в языковую среду – очень старая, но по-прежнему эффективная методика. Разговаривает в учреждении только на английском, а занимается по специальным британским учебникам. Они написаны для студентов, которые учат английский как второй язык. Здесь, как дома, в студии ты чувствуешь простоту и уют. Эта идея позволила сделать процесс обучения более эффективным и комфортным. У нас преподаватели разговаривают только на английском во время урока. Некоторые дети, они даже не знают, что преподаватели знают русский язык. Не догадываются. То есть для них это как иностранцы, им интересно заниматься. Это как игра. В далеком 2010-м супруги обучали по 10-12 человек. Сейчас больше 400 учеников самых разных возрастов изучают языки учреждений дошкольного образования. Количество филиалов увеличилось до четырех. Но, как и многим владельцам частной школы, пришлось столкнуться с трудностями в пандемийный период. Селезневые решили приобрести в собственной стране арендуемое помещение, помогли семейные компании, фонде развития и финансирования предпринимательства региона. 75% от всей суммы фонд выделил на приобретение квадратных метров. Это комплекс программ из федеральных мер, из региональных мер. Региональных только было пять пакетов как законодательных, так и финансовых решений. В частности, более 2,5 миллиардов только было льготных кредитов под 2%. Вы знаете, это большая федеральная программа, инициирована президентом Путиным. Прошлый год стал тяжелым для всех. Бизнес оказался практически на передовой, наряду со сферой здравоохранения. Тем не менее, было сделано все возможное для того, чтобы предприниматели пережили этот кризис. В настоящее время для бизнесменов действует более 15 программ льготного финансирования. За 2020 год финансовую поддержку на сумму порядка 950 миллионов рублей получили 309 бизнесменов. Алина Тихонова, Владимир Куликов, Управда ТВ. Сохранение здоровья старшего поколения обсуждали на совещании с участием губернатора. 330 тысяч жителей региона, людей серебряного возраста, должны жить в достатке и радости. Для этого в Минздраве и Минсоцблагополучие готовят несколько проектов. Это переформатирование работы центров активного долголетия, работа врачей-гериатров и многое другое. По информации Министерства соцразвития, средняя продолжительность жизни в Ульяновской области на конец 2020-го составила 74 года. Это больше, чем в целом по стране, но, как отметил губернатор Сергей Морозов, есть к чему стремиться. В Ульяновской области внимание к пенсионерам всестороннее. Так, в 2019 году была утверждена программа повышения качества жизни пожилых граждан. В нее входит как профилактика и диспансеризация, так и гериатрическая помощь. Нужно начинать соотношение взрослым, родить бабушку, дедушку. Мы должны с вами заботиться о их долгой, активной, счастливой жизни. Поэтому будьте добры, начинайте готовиться. В прошлом году в регионе активно работали мобильные бригады. Медицинские и социальные работники успели посетить более 15 тысяч граждан старшего поколения. Увеличили количество коек и гериатрического профиля в госпитале ветеранов войн. 228 центров активного долголетия активно осуществляли прием старшего поколения. В этом году в сельской местности совместно с Министерством соцзащиты мы запустим проект «Медицинский автобус». Суть достаточно простая. Это доставка жителей старшего поколения от места жительства на уровень районной больницы для прохождения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, при необходимости маммографии, флюорографии, ну и, соответственно, лабораторных клиентов. К слову о будущих планах реализации программы. В ближайшее время в Большиногаткинской, Сурской, Сенгелевской и Новоульяновской больницах появятся четыре кабинета врача-гериатра. Это значительно облегчит жизнь пенсионерам в сельских районах. На базе госпиталя ветеранов воин заработает Центр охраны здоровья граждан старшего поколения. Уже к апрелю планируется сменить направление работы и акцентировать внимание на пенсионерах. В структуру будут входить вообще все учреждения первичного звена. Будет входить, как же и наш геронатологический центр, стационар, геронатологическое отделение нашего госпиталя, консультативного клиника нашего госпиталя и созданная работа из школы пожилого человека, школа нарушения памяти. Для улучшения жизни бабушек и дедушек в регионе существуют центры долголетия. С этого года они начали свою работу в формате «Мой социальный центр», где для посетителей планируют сформировать группы семейного отдыха и открыть уличные сцены. Теперь центры работают до восьми вечера без выходных. Подобные учреждения оснастят необходимым оборудованием и мебелью. На эти расходы выделены свыше пяти миллионов рублей. Алина Тихонова, Артем Куранов, Улправды ТВ Из резервного фонда правительства России ожидается поступление около 400 миллионов рублей на здравоохранение Ульяновской области. Из этой суммы порядка 30 миллионов планируют направить на усовершенствование системы оказания медпомощи лицам с положительным ВИЧ-инфицированием и СПИДом, зараженным гепатитом В и С и больным туберкулезом. Также около 5 миллионов планируется впустить на улучшение системы оказания первичной медико-санитарной помощи. И более 11 миллионов на приобретение лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19. Еще свыше 245 миллионов заложено на реконструкцию и капитальный ремонт медорганизации. Все работы будут вестись по нацпроекту здравоохранения. Воссоздать аптечную сеть, которая позволит обеспечивать жителей региона льготными лекарственными препаратами в каждом уголке Ульяновской области. Такая задача поставлена перед Министерством здравоохранения и аптечной сетью. Также Митровграде начал свою работу третий аптечный пункт в поликлинике для взрослых номер 2. Поликлиника для взрослых на улице Ульяновской. Льготник федерального уровня Александр Аненков идет в аптечный пункт за необходимыми ему лекарствами. Здесь, в Ульяновской государственной аптеке, отпускаются рецептурные препараты. Вы знаете, я очень рад, что при нашей поликлинике вновь открылся аптечный пункт. Это просто очень здорово. Особенно для тех, у кого нет транспорта. Потому что здесь все вопросы, а именно прием участкового врача, выписка рецептов, получение лекарств, все решается в одном месте, в одном здании. А не как было немного ранее, там нужно было такси, в одном месте выписывать, в другом месте получать. Получить необходимые лекарственные препараты льготники Димитровграда теперь могут во всех районах города. У нас сейчас открылся третий аптечный пункт в Димитровграде от Ульяновской государственной аптеки. Два аптечных пункта находятся в СОЦ-городе. Это Ленина 25 и по автостроителю 59 поликлиника ДАЗа. Наш аптечный пункт отпускает льготным категориям граждан. Это федеральная и региональная льготы. Также в государственной аптеке отпускаются лекарства для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний тем, кто состоит на диспансерном учете в поликлинике. По словам заведующей аптечным пунктом, в среднем месяц планируется обслуживать до 2000 человек. Кстати, в ближайшее время четыре аптечных пункта государственной аптеки откроются и в селах Меликесского района. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Димград 24. Специально для Управда ТВ. Из Ульяновска прямиком в Екатеринбург. Прямые авиарейсы с родины Ленина в столицу Урала начнет выполнять авиакомпания Red Wings. Летать можно будет с 3 мая из аэропорта Ульяновск-Боротаевка. Перелет в среднем займет около двух часов. Стоимость билета от 5000 рублей. Летать из Ульяновска в Екатеринбург можно и сейчас. Сразу тремя авиакомпаниями. Правда, все рейсы с пересадкой в Москве. Прямой рейс в столицу Урала существовал ранее. Однако, 8 лет назад прямые перелеты из Ульяновска отменили. С 15 по 21 марта в Ульяновской области пройдет фестиваль науки «Кстати». Организаторами выступили информационный центр по атомной энергии и научно-исследовательский центр атомных реакторов. В программе фестиваля запланированы различные мероприятия, которые пройдут как в оффлайн, так и в онлайн формате. Что ждет жителей Димитровграда, выяснила Марина Антуганова. Фестиваль науки «Кстати» – не первое научно-познавательное мероприятие, которое ИЦАЯ Ульяновск проводит в нашем городе. Яркие, интересные, разновозрастные путешествия по миру науки проходят на территории Димитровграда с завидной регулярностью и вполне заслуженно вызывают интерес у взрослых и маленьких горожан. Но вот столь масштабного фестиваля федерального уровня и значения в Димитровграде еще не было. Показать, что наука – это совершенно не скучно, взялись спикеры российского уровня и местные ученые. Сотрудники ГНЦ НИАР станут спикерами сразу в нескольких мероприятиях фестиваля. Выступят экспертами в научно-популярном ток-шоу «Разберем на атомы». Подготовят лекционные сообщения для школьников и студентов. Наши сотрудники из отделения радионуклидных источников и препаратов расскажут о том, какие перспективы есть у ядерной медицины в нашей стране. К нам присоединятся коллеги из федерального центра радиологии ФМБ России. Соответственно, получится сформировать такой некий экспертный пул и тем самым с разных сторон представить взгляд на ситуацию. Формы работы с участниками фестиваля будут совершенно неожиданны и различны в подаче информации. Интересный и яркий формат – это сайенс-драма, которую мы делаем вместе с партнерами из драматического театра. Знаменитый режиссер Илья Костенкин ставит нам сайенс-драму, в которой будут принимать участие не только актеры, но и ученые. Это Сергей Погляд, допустим, из Научно-исследовательского института атомных реакторов. И это должно быть ярко, интересно. Площадка театра позволяет сделать красивые визуальные эффекты. Зрительный зал может стать незрительным залом, а люди могут рассесться на сцене. То есть там будут очень интересные художественные приемы. В течение почти недели Димитровградцы послушают лекции и примут участие в ток-шоу и турнирах. Будет организован интересный интеллектуальный турнир для предприятий города. Свыше 10 команд будут принимать в нем участие. Модерировать и вести данную интеллектуальную игру будет приглашенный эксперт и профессиональный модератор. Это будет Сергей Абрамов, член правления Международной ассоциации клубов «Что, где, когда», ведущий чемпионатов мира по спортивному «Что, где, когда». Необходимо отметить, что очное участие в фестивале возможно только по предварительной регистрации на сайте. Наличие защитной маски обязательно при участии в мероприятии. Коронавирус не дремлет. В праздничное воскресенье Масленицы можно порадовать себя не только блинами. В мире культуры и искусства скоро состоится особенное событие для любителей классической музыки. Что приготовил оркестр губернаторский для ульяновской публики, наша съемочная группа побывала на репетиции. Эмоциональный и красочный подарок на Масленицу подготовили лучшие ульяновские музыканты. Государственный симфонический оркестр губернаторский выйдет на сцену в кульминацию праздника шедеврами классической музыки. Программа концерта состоит из известных, но не надоевших произведений великих отечественных композиторов. Восемь русских народных песен Анатолия Лядова, пляска скоморохов, Петра Чайковского и Петрушка Игоря Стравинского. Симфонические картины создадут атмосферу самых разудалых и наполненных интересными событиями гуляний. В этом уверен художественный руководитель Илья Дербилов. К слову, когда дирижеру пришла идея представить публике эту программу, мысли о Масленице не возникало. Именно потом выяснилось, что это как бы прощенное воскресенье и Масленица, это вот как раз таки Петрушка, зажигание чучела, это вот как раз таки вот то самое время. Что касается Лядова, ну Лядов, на мой взгляд, это один из выдающихся русских композиторов, который, в общем-то, предопределил развитие всей западной школы именно импрессионизма. Пляска скоморохов Чайковского станет гармоничным продолжением самобытной русской тематики концерта. Музыкальный вечер войдет в программу 59-го Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». Всех желающих окунуться в атмосферу праздника и искусства ждут в Дарце творчества детей и молодежи 14 марта в 17.00. Согласно прогнозу синоптиков, завтра в Ульяновске ожидается переменная облачность без осадков. Днем столбик термометра удержится на отметке в минус 8 градусов. Ветер южный 8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.30, 20.30 и 23.00, а также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин